Раньше Байкал начинал цвести в августе, а сейчас уже в июне. И если раньше это были теплые заливы, то сейчас это районы, где всегда холодно. Всего один килограмм обычного стирального порошка с фосфатами, попадая в озеро, приводит к появлению 200 килограмм водорослей. Они, в свою очередь, отравляют воды токсинами и лишают ее кислорода, что ведет к гибели рыбы. Байкал, по сути, это олиготрофное озеро, где питательных веществ достаточно мало. И, соответственно, все эти процессы замедлены. А в связи с тем, что у нас очень много питательных веществ попадает на мелководье, это как раз таки и приводит к цветению водорослей. Преимущество бесфосфатных порошков как безопасности для экологии, так и для здоровья. Многих смущает стоимость таких товаров, но, как говорят пользователи, кошелек не обеднеет. Часто такой продукт концентрированный. Это очень выгодно по потреблению для любой хозяйки, потому что продукция концентрированная. И если просто взять в сравнение один килограмм нашего стирального порошка, то есть он заменяет минимум 6-7 упаковок обычного порошка из магазина. Татьяна использует эко-товары 15 лет. Среди них не только порошки, но и средства для мытья посуды, уборки и уходом за собой. Нашла их самостоятельно и теперь советует всем. Мы все понимаем, что сегодня мир непростой, и мы живем на берегу Байкала. Мы просто обязаны сохранять природу и понимаем, что все, чем мы убираемся, моемся, что у нас попадает это в канализацию, в сточные воды. Священному озеру можно и нужно помочь. Само оно не справится. Байкал, конечно, самоочищается, если не будет постоянной антравогенной нагрузки. То есть есть возможность уже за определенное количество времени, может быть, произойдет отчаяние. На сегодняшний день, я считаю, что уже мы дошли до той ситуации, вот эта вот как раз-таки точка невозврата, когда, наверное, все-таки нужно задуматься. Единственная местная компания, которая занималась разработкой бесфосфатных товаров, ушла с рынка в 2017 году, просуществовав 12 лет. Ее просто не брали на реализацию розничные сети. Сейчас приобрести их в Бурятии можно только через интернет или через сетевых распространителей. Мария Кравцова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.